Друзья, всех приветствую в своем канале. В этом видео я хочу поделиться своим опытом занятия йогой и показать один из комплексов в мандолине йоги, который я выполнял на протяжении более 30 дней подряд. Начнем с моей истории занятия йогой. Еще давно, до подстановки диагноза дняк, когда я активно посещал триажерный зал, у меня появлялись мысли попробовать заниматься йогой. Но они были довольно-таки мимолетными и несерьезными. Но весной этого года я, скорее всего, созрел для того, чтобы пойти и записаться в студию йоги. Скажу сразу для тех, кто не знает. Существует множество разновидностей йоги. Я в основном посещал занятия по хатха-йоге. В хатха-йоге главный упор делается на физическое укрепление тела, чтобы подготовить его в дальнейшем для духовных практик. Испытав на себе эффекты данной практики, я могу с полной серьезностью и без пафоса сказать, что йога – это путь к гармонии между нашим телом и духом. Она учит расслаблению, концентрации на каких-то упражнениях, дыхании, мыслях, и при этом очень хорошо стабилизируется эмоциональное состояние. На одном из занятий по кундалини йоги – это более динамичный вариант йоги – мы выполняли так называемую напхикрию. Это комплекс, который направлен на укрепление пупочного центра. Сейчас я покажу непосредственно сами упражнения, и в процессе их выполнения буду рассказывать, как я в них прогрессировал и что в итоге они мне дали. Перед началом комплекса я делаю небольшую зарядку-разминку, чтобы разогреть мышцы и суставы и подготовить их к дальнейшей работе. Никогда не пренебрегайте разминкой. Выполнив разминку перед основной тренировкой, вы повысите ее эффективность. Выполнение упражнений будет даваться намного легче, и риск возникновения каких-либо травм снизится во много раз. Первое упражнение – попеременное поднимание ног. Лежа на спине нужно сделать вдох и на вдохе поднять правую ногу на 90 градусов. На выдохе опустить ногу. Повторить то же самое левой ногой. Выполняем упражнение в течение 10 минут. Дыхание при этом глубокое и энергичное. Упражнение укрепляет толстый кишечник. Мое время выполнения данного упражнения составляло 5 минут 40 секунд. Вначале это были 2 минуты. Второе упражнение – поднимание ног. Не делая паузы после первого упражнения, сделаем вдох и на вдохе поднимаем обе ноги на 90 градусов. На выдохе опускаем их. Руки при этом держим перпендикулярно полу ладонями внутрь. Выполняем упражнение на протяжении 5 минут. Упражнение улучшает работу тонкого кишечника и желудка, а также укрепляет мышцы в зоне солнечного сплетения. Могу сказать, что для меня данное упражнение было самым сложным из сетевого комплекса. И время его выполнения составляло 3 минуты 20 секунд. Далее третье упражнение – подтягивание коленей груди. Нужно согнуть колени и подтянуть их груди, обхватив руками. Мышцы шеи при этом расслаблены. Нужно задержаться в этом положении на 5 минут и отдыхать. Упражнение избавляет от метеоризма и снимает напряжение в области сердца. Я выполнял его, как и прошлое, 3 минуты 20 секунд. Далее четвертое упражнение. Его исходное положение начинается из завершения третьего упражнения. Нужно сделать вдох и на вдохе развести руки в стороны. Положить их на пол. При этом выпрямить колени и поднять ноги на 60 градусов относительно пола. На выдохе вернуться в исходное положение. Выполнять упражнение на протяжении 15 минут. Упражнение усиливает биоэнергетическое поле и открывает пупочный центр. Я выполнял данное упражнение 5 минут 40 секунд. Пятое упражнение – поднимание ног. Лежа на спине, подтянуть левое колено к груди, обхватив его обеими руками. Быстро поднять правую ногу на 90 градусов. Затем быстро опустить. Снова поднять на вдохе и опустить на выдохе. Повторять 1 минуту. Затем сменить ноги и выполнять упражнение еще 1 минуту. И повторить сначала. Таким образом, на упражнение у нас уйдет 4 минуты. По 2 минуты на каждую ногу. Упражнение устраняет смещение в тазовых костях и в поясничном отделе позвоночника. И завершающее 6 упражнение – наклоны вперед. Необходимо встать прямо. Руки вытянуты над головой, ладонями вверх и слегка касаются ушей. На выдохе наклоняемся вперед, дотронувшись руками до пола. Руки остаются прямыми и касаются ушей. При этом мы выполняем так называемую мулабанху, то есть сжимаем мышцы промежности. Затем на вдохе опускаем в замок, то есть мышцы промежности расслабляем. И распрямляемся, при этом не меняя положение рук. Дыхание глубокое. Нужно выполнять упражнение в медленном темпе 2 минуты, а затем ускорить темп и выполнять еще 1 минуту. Данное упражнение полезно для циркуляции спинно-мозговой жидкости. Вот так ежедневно с утра на протяжении более 30 дней я выполнял данный комплекс, постепенно увеличивая время. Вначале я опасался делать подобные упражнения, потому что они оказывают довольно-таки сильное воздействие на пресс. Но ничего плохого не произошло. А даже наоборот, я ощутил положительные изменения как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Пишите в комментариях, как вы относитесь к йоге. Может кто-то уже занимается, другие только хотят начать. Возможно у вас есть опыт других практик духовных или физических каких-то вызовов для себя. Об этом тоже обязательно пишите. Ну а так, всем спасибо за просмотр. Желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»